Послушай, а ты когда-нибудь с ужасом просыпался и думал, что после тебя останется в мире? Ну, я вообще, конечно, на этических темах, в принципе, достаточно спекулирую много, потому что это единственное, что может объединить потенциального слушателя, вообще всем художникам, советую, и рок-музыкантам, и гитаристам обращаться к каким-то высшим формам про смерть все время, про жизнь, про любовь. То есть, ну, должен быть чистый эпик, вот, потому что, как бы, некая суета такая, потом она нас затаскивает, там, вот, свадь дрожащая, или, там, кто примерил шинели чужую и так далее. А эти вещи, они, конечно, в момент самокопания, то есть, такое детективное российское сознание, то есть, надо вот все время искать кого, искать дло или искать добро, вот, так, ну, заковыриваясь, там, проползая куда-то, вот. А эпическая вещь, она, конечно, приятнее, вот, всегда, вот, про любовь, о чем-то, что будет после меня, ну, и вообще какие-то такие великие глупости, вот, и особенно, если их повторить, там, 800, 900, 1000 раз, они начинают еще более величественными становиться. Ну, вот, почему я так фиксирую в твоей картинке, что, вот, картинки, мы тут скоро все помрем, потому что старенькие, сука, а картинки же останутся. Ну, да, вот это важно, в тот же момент, как бы, экологии, засирание мира, вот, такими своими вонючими объектами, чем, собственно, опасные художники, менее опасные, чем музыканты, музыканты, все-таки они в аудиопространстве находятся, ну, выключил звук. А вот художники говна понаделают, там, а потом еще подохнут, и это говно останется, и будет еще, там, достаточно долго тлеть, там, как-то, и момент утилизации будет вставать, куда-то все девать, и вообще, вот, конечно, поэтому, это такая вещь, ну, говорящая о каком-то таком отношении к жизни, как к туризму, да, вот, одни вот собирают после себя, там, кусочки говна, пакетики, бутылки пустые, пластмассовые, а другие нет. Вот художники из разряда таких срущих, как бы, туристов, они, конечно, очень мерзко вот это все вот оставляют, и, конечно, здесь момент экологии тоже очень важный. Ваши творческие планы? Ну, как всегда, отсутствие планов, естественно, потому что дело в том, что, чему нас учат, как бы, российская жизнь у меня, она нас учат, как раз, вот, отсутствие западноевропейской традиции, связанной с материальным миром, то есть в России вот сейчас есть, а потом нет, и вот эта готовность к потом нет, она, конечно, очень, так, интересно действует на психику. На психику, как бы, предприимчивых людей, у кого сознание мигнирующее, да, психику, у кого такая вот, как бы, движущаяся, они, конечно, к этому делу приспосабливаются, а людям традиционной ориентации, вот, которые любят, чтобы вот этот парт там и стоял, где стоял 50 лет или 300 лет назад, и стоит тому в Западную Европу или там в Англию, вот, но таковы условия сегодняшнего дня, таковы реалии и действительности. Ты где больше можешь заработать, на Западе или в Москве? Дело в том, что, наверное, на момент заработка вообще это опасная вещь, я в своей практике никогда, кстати, учусь, как уж опыт разгонять тучи, он учился и учил нас, а я обгоняю мысли всякого коммерческого потолка, они, конечно, мешают работать, потому что у меня, как бы, сверх воображение, тут я представляю какие-то залежи сразу, и в результате, конечно, ну, залежи сладкого хлеба, там, ну, и условно говоря, какие-то ценности, а в результате, конечно, все по-другому происходит, потому что я так как занимаюсь, вот, видишь, какими-то импровизациями, да, как вот бобс-топщик, он тоже работает импровизационно, день какой-то пошел в полосочку, там, и он говорит, дай папиросочку, то есть все, надо работать с действительностью здесь, сейчас, поэтому, конечно, творческие планы – это вещь для мудаков. Ну, хорошо, но тут говорят, что ты из ящика не вылезаешь, вот эта битва экстрасенсов, зачем тебе это делать? Да, ну, конечно, ну, потому хочется все делать, как бы, первые, конечно, преломить, и вот у меня возьмет вот такая радостная возможность, как бы, вот это вот элитарно, никому не нужное современное искусство, ну, кто знает этих, там, художников, там, ну, ты, да, я, а в основном, конечно, люди не знают, где, чего, там, знают, в бензовод, например, где можно там выйти, погулять с дочкой, потом там, как-то это, познакомиться с симпатичной девочкой и ей что-то рассказать. А в остальном, чего это там такое? И, конечно, мне, как человеку с проповедническим сознанием, показалось милым очень вот таким обхождением именно в медиа пространство со своими келейными вот этими какими-то закрытыми от простого человека, великого простого человека ценностями. И я поэтому ворвался как раз вот в медиа, вот в этот ящик, да, ворвался и там царю. Если у тебя проповедническая, так создай секту, там, церковь. А я создал уже сейчас вот школу Пахома как раз вовсю, работает уже много лет, тем более, чтобы быть учеником школы Пахома, нужно просто о ней услышать. Вот в данный момент уже ты тоже ученик школы Пахома, и тем более общаешься напрямую с вот этим самым Пахомом, чья школа. То есть это очень хорошая вот такая школа без границ, совершенно вот она радостная, веселая. Ну, в принципе, открывать можно любые вещи в школе. Ну, как в форме, как и действительно прогулок по саду, там, или аристофанских стилей, так же и вполне академические какие-то могут формы. У тебя там за спиной сидюки стоят или книжки? В том числе, конечно, я всю жизнь купал сидюки, столько денег потратил на них, поэтому я теперь на них молюсь. И они у меня в разных странах куплены, вот какие-то в Нью-Йорке куплены в 90-м году, которые какие-то в Париже в 88-м, и вот они все напоминают мне о времени. То есть даже вот я про эту очередь песню сочню про календарик, про вот эти приметы времени, кусочки. Вообще, я очень отношусь нежно и к винилу, потому что тоже память такая, библиотечность, это вот радостный запах, как я называю, там, пластинки пахнут сюда тоже, и настоящий фильм про запахи тоже должен думать, и всегда анализируют, как пахнет и картон, как, собственно, и сам брест пахнет, и как кладки пахнут. Вот это, в общем, важный момент в этом запаху, потому что деньги тоже по-своему пахнут, и вообще, и сладкий смех тоже, как мы знаем, попахивает. Это все время к хлебу. Ты что, в детстве не доел, что ли? Нет, это объединяющая вещь просто. У нас вот в школе висела на столовой какая-то сентенция про хлеб, а на уборной висело такое высказывание «Никто не забыть, ничто не забыто», и такая армейская лента. Хотя школа вроде математическая, продвинутая, что 25-я, рядом с там аспирант Сунгуна Шверника, но вот такой нонсенс, на уборной висела вот как бы такая памятная, сакральная. И вот объединение от злитворного и сакрального, то есть там первый алкоголический приход в уборной, потому что я помню, он забегал, преподаватель кричал «пить портфель», а нет, он говорил так, кричал «пить водку и закусывать говном», а как это он не сказал дальше, ну, по-моему, он как-то какая-то негативная была коннотация. А с другой стороны, как бы пить водку и закусывать говном, это уже не только метафора нашей жизни, а в целом нашей жизни, потому что чем мы закусывали в свое время? Конечно, говном, какой-то кислой капустой, портками хлеба, да и вообще там занюхивали каким-то сиделым рукавом вот все это дело. Конечно, поэтому это во мне уже глубоко засело, вот это вот кохлебе, как бы вот момент такой вот, да, момент какого-то вот испражненности, да, это как бы близко России, потому что запрещали раньше испражняться на улицах, в отличие от Европы, здесь поста, это можно, конечно, на улице спокойно, особенно если призмет, вот, ну, там как поругают немножко, или в Америке, например, поругают, но, в принципе, если объяснишь, что и как. А вот в России все время даже вот если срать, человек у меня сел, а тут милиционер появляется, и нужно вот как бы убежать, еще не обосраться как бы в процессе бега, по-малому где тоже часто бывает, ну, в общем, такая как бы динамичная срань такая, наше бытие, плюс четыре времени года, то есть как бы начал срать летом, а замерзнулся зимой, ну и так далее, то есть здесь уже рождаются метафоры, конечно. Но ты только что клонулся, потому что твоя собирание там сидюков, о которых мы сейчас еще поговорим, там винилов, тебя переводят в разряд из туристов, разбрасывающих говно всякое, а в разряд собирателей. А ты же, а ты же считаешь себя разбрасывать у него не собирательным? Нет, себя-то как раз я считаю каким-то таким человеком, ну, утерявшим identity, к сожалению, вот, но одна из форм вот этого потерянного сознания моего и потерянности своего я, это, конечно, вот это вот перебрасывание, перескакивание от одной точки сборки к другой, то есть, когда вот я в армию, там, я помню, у меня хотели призвать в Афганистан, они спрашивают, хотите ли вы в армию, я говорю, что утром я очень хочу в армию. Я просыпаюсь, наполненные физические силы, солнце, радость, родина, в общем, утром хочу, а вечером, там, например, ну, встречусь с какими-то маргинальными приятелями, накуришься марихуаны, там, поиграть какую-то музыку, и уже в армию совершенно не хочется, вот, то есть, вот такая вот странная вещь. Утром, да, вечером, нет, так же и вот как раз вот еще должности моей вот личности, то есть, вот, есть персонаж, который собирает внутри меня эти CD и, как бы, нежно относится, есть, как бы, конечно, срущие, вот, там, какими-то картинами, тоже герои и так далее, и тому подобное, то есть, это свойство, опять же, психики, просто так хромоасомтно, как-то, и клести сложились, что вот у меня вот такой вот, как бы, нет вот генеральной линии, потому что, я помню, в детстве все время говорили про генеральную линию, просто будет целостность, и мне, как человек протестному на тот период, конечно, очень хотелось сразу утратить вот это вот себя, сразу раствориться, и пасть у меня в маратную, сейчас, 50 лет, наконец, когда я дайте их уже винить, я славы, мне не нужно никому ничего доказывать, я как раз сейчас уже отказался от фактического дискурса, в принципе, то есть, мне не нужно уже сейчас это, да, меня самосовершенствовать, я в чистом виде света просто. У тебя там сзади какие-то прялки, ты что, рухофил? Ну, я вообще, конечно, так, да, это вот какие-то ритуальные объекты, такие, чесала, да, прялочные, вот, очень красивые, но они симметричные, они просто, здесь разговор о чем, а это вот эти симметричные композиции, поклонение древа жизни, как раз они, вот, из язычества, они, как-то, и христианство перешли постепенно, по неволе, хотя, да, христианство отрицает и древо жизни, и вообще язычество, но вот, как бы, такие вот объекты симметричные, они меня вот волнуют, своей такой вот, как пела группа Рейх Сапог, монумент, монументально, как говорится, в этой симметрии, да, конечно, наверное, тут такие объекты меня привлекают симметричные. Ну, вот тебя иногда сравнивают с Петей Мамоновым, почему-то, ну, видимо... Правильно делают, дело в том, что, как бы, ну, все прекрасно, и в этом смысле, даже в этом сравнении, я вообще считаю, что вот какой-то антагонит, надо вот русскую волну, как целостность воспринимать, видимо, хотя никому ничего, конечно, не надо, вот самое важное. Ну, тебе, вот он поступил монументально, взял и свалил в деревню, тебе не хочется в деревню? Да, по-разному, ну, ты понимаешь, опять же, внутри вот этих моих перемещений, сознаний в течение дня периодически хочется, но я вот настолько сейчас занят, и последние годы занят, что даже такие мысли не поступают в голову, то есть, если какой-то фестиваль, вот я поеду в деревню, там на три дня, на обстояние, там открываю школу Пахома, она будет называться лесная школа Пахома, сейчас просят как раз описание проекта, вот я прошел, значит, чтобы 20 скамеек из бревен были сбиты, и, соответственно, стол преподавателя, и большая растяжка была сделана, лесная школа Пахома. Прошла, что я там буду преподавать, я буду преподавать к тому ситуации, конечно, вот, в течение трех дней. И плюс прогулки по лесу. Да, поэтому, а, что происходит? И прогулки по лесу. Не, ну, какие прогулки, это перемена прогулки, а так, в ряда девичьих часа, я буду все устроены, блядь, просидеть на скамейках, ну, или не просидеть, какая разница, в общем, все по-доброму. Но в лесу, лесная школа. Так что, вот, поездка в деревню, например, а вообще, тема эскальтическая, она меня преследовала, конечно, вот, лет 14-13, это было, конечно, мне очень хотелось в деревню, куда-то вот там обнулиться. Там совсем как-то, вот, а это, ну, периодически нахлынило. Да, вообще, у каждого человека личная своя история, и вообще, я считаю, людей нельзя ругать, нельзя их говорить, вот это такое. Они же люди, люди-то не виноваты, они же хорошие, у них там, они сруют, сруют, ну, сложный организм, вселенная, как говорят, как можно вселенную ругать? Или вот художник попробует, это хороший художник, это плохой? Я тоже этого не понимаю сейчас. Я считаю, что вот всех художники хорошие. Ну, просто, ну, кто-то похожий, кто-то получше. Но в целом, все хорошие. А кто придет после тебя? И вот что будет? Вот сейчас, окей, еще поколение, мое, твое, оно еще как-то брыкается, да, что-то делает. А кто потом придет? Нет, ну, дело в том, что, например, ну, как-то, видимо, все меняется, и если держать нос по ветру, я имею в виду, ну, а оценивать как-то происходящее. Ну, может быть, просто в наше время была важна, как бы, очень вот эта вот линия такая, что вот человек-герой, как бы, герой характеризующий время, или затаскивание времени на себя, как бы, себя вот, закутаться во время и там существовать. А сейчас, может быть, как раз стихия более волнистая, волнообразная, более спонтанная какая-то. И уже, может быть, сейчас время героя ушло, то есть, вместе даже с этим запросом, а где герой? А вот не было героя последние годы, значит, его и нет. И вот это вот, как бы, время анонимное, оно тоже в этом есть, конечно, очарование. Вау! Круто! Тогда скажи, что ты слушаешь, вот, из своих седюков? Ну, я вот слушаю сейчас, вот, группа, в основном, канадский, такой электрончик, T-A-S-T, то есть, трасс, вот, через флэшн писется. Вот, мне вообще нравится колд-вейв, электроника, в последнее время электронную музыку, я почему-то слушаю, потому что мне немножко, я как бы устал от формы, то есть, это начало, среди, наконец, ну, или композиционная задача, которая в любом шедевре, да, как песен находится. А электронная музыка, она как-то без начала, без конца, это именно как раз волна, и для меня она вот в большей степени перспективизует время и какие-то функции, вот, ну, как-то вот это вот тело просто музыкальное. Ну, это не радио, где там набор случайностей, а вот именно, это электронная музыка, вот, я ее с удовольствием, значит, слушаю, вот, электронную музыку, именно халическую такую-то, и периодически я уберу и сиди, слушаю, да, конечно, там, какого-нибудь Кевина Аверсона, вот, неожиданно, там, или каких-то, ну, психоделик у 60-х, ну, если, опять же, это все под настроение, просто от личных допросов каких-то туда есть. Я сейчас могу тебе сказать, кстати, что я, ну, вот, группа трафик, ну, вот, такой, швинт этого... Ты имеешь в виду Марк Рибок? Нет, Рибок, не Марк Рибок, а Рибок по тубах, это профессионист группа трафик, этого, Винвуда. Ну да, старая команда, да. Да, 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 это вот Рибок, у него какие-то он переходил в такие джазовые странные вещи, ну, какая-то готическая, электроники, вот, Вайзак, то есть, ну, это такие вот комиссионный магазин, в общем, приятное такое, вот, опять же, путешествие по времени. А ты Мануэля Гершинга знаешь? Это Ашратемпо. Ашратемпо. Ну, была дюссельдорфская школа, вот, Хольгер Цукай, вот эта вся Туса Кен. Да, Минималь Скультс. А Шульц это берлинская школа, и вот с Шульцем группа была, это был Мануэль Гершинг и Клаус Шульц. Под Клаусом Шульц мне нравится очень хорошая пластинка, которая, вот, там, сделала он перкуссионистом, как раз, Клауса Санта, этого, Карлуса Сантаны. И вот, Клаус Шульц, и вот этот, как его, у меня, перкуссионист, вот это хорошая пластинка была, здоровая. Вот, не помнишь, барабанщик, Майклс Рив, вот, Клаус Шульц с Майклс Ривом, вот это очень хорошо, но, в принципе, я вот со своей музыкой как раз, я же занимался перкуссией много лет, и как раз ее с электроники все время пытался, как-то и меня интересовали эти штуки. Вот, то, что и Билл Лассел делает, как бы, и вот, все мне было интересно, и его Шульц как раз, да, там еще Танжерин Дримм, да? Да, это тоже берлинская школа, это вот Ашро Темпл и Танжерин Дримм, да. Да, Танжерин Дримм, потом там, вот Питер Бауман такой тоже, вот он из Танжерин Дримм, как раз он как-то снова волной с электрониками, да-да-да, это я помню, тоже мне очень нравится. Но Танжерин Дримм, они такие обволакивающие, дистанционные, здорово, конечно, все красиво, но мне ближе, конечно, вот Битвельдорские все дела вот эти, вот, и сейчас тоже, чего слушал еще? Какие-то вот рениксы на Тен мне нравятся, ну, в общем, какое-то я люблю вот такое, мне немножко уже, как бы, пережеванное, что мне нравится, пережеванное. Ну, как бы, к клону взяли, ху приварили, там, Акхую, Пчелу, Пчеле, там, Космос, Космос, Церфри, ну, что-то такое. То есть я в музыке люблю вот это вот именно, какую-то шурумбуру. Вот, я даже целиком пластинку записал как раз на сэмплах, на таких вот из своих Олег. Вот, кто-то брал из любимых пластинок, внес в студию, там это у меня была ритмическая основа, или даже как импупаторном. И все на основе этих группах даже песни зародились. То есть, ну, как-то я люблю культивировать свои любови. То есть я все время думаю, что с этим делать. Поэтому меня, как бы, в чистом виде фалфомисты немножко грустно гоняет, потому что они, как бы, ну, замкнутый круг, они вот это подрачивают на свою коллекцию. Конечно, это внутренний мир, а коллекционирование облагораживает. Но мне всегда хотелось понять, и вопрос, в чем-то безвлекалось, что с этим делать, как бы, с своей любовью, вот, к музыке, коллекционированию и так далее. Все время хотелось, если тебе библиотека, там, ну, приятно, книги утопить там в параши все деревенские, ну, и так далее. Что-то, в общем, с этим надо делать всегда. Вот, такое бездействие немножко, оно, как бы, успокаивает, опять же, это не по-расисти. Ну, какой может быть покой, да, когда все вдруг неожиданно может рухнуть, такое, да, предапухолептическое состояние. Вот, поэтому после нас хоть потом, отвечая на предыдущую. Хорошо, тогда последний вопрос армейский. Опять, вот ты просыпаешься утром, тебе хочется что-нибудь нарисовать? Или к вечеру это уже проходит? Ты вообще в материале сейчас работаешь? Да, я как раз сейчас высь побольше уготовлю. Вот в Балерее Реджина будет, там, огромные произведения, называется «Живая вода». Вот, там буду и буду заряжать, кстати, это вот, 27-го числа будет в Реджине, «Живая вода». Вот, поэтому я каждый день хожу, там, пишу картины в таком, традиционном, староперском, таком ключе, но мне это нравится. В общем, там же величие, и вообще, мы за величие, как говорится. И запах краски, и запах краски. Ну, все вместе, запах и краски, да, и то, что ты демиурги взял, зачертил, замазал, закрасил, перекрасил, в общем, и так далее. Вот, это приятно. Так что я с утра до вечера, наконец, включен в этот процесс, потому что, ну, сам понимаешь, а старость, ты как начинаешь ценить, вот, прости за банальность, но я банально, кстати, тоже очень люблю, вот, начинаешь ценить жизнь, бляха, муха, ебать, полотить, вот, на старость, конечно, поэтому вот эта радость, вот эта приятная, конечно, вещь, и, вообще, я тебе скажу так, для художников, рисовать – это удовольствие, а вот, как бы, разруливать темы, там, всякие, договариваться с долинистами, отдавать им дебю – это уже работа, вот, и вот, как бы, это гармоничное сочетание одного и второго – это, как бы, приятно, там, например, ну, у меня оглаушил художника с мучей, да, вот его все вдруг полюбили, а он оказался к этому не готов, раз – и все, петлю, понимаешь, психика не выдерживает, вот, поэтому надо ко всему быть готовым, как говорится, как мы говорим, в петлю залез мандрагора и пиздец. Ладно, тогда иди работаем. Именно, именно, Игорь, желаю тебе счастья. Давай, спасибо, увидимся, спасибо тебе огромное, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok